Привет, дорогие друзья! Вы попали на канал, связанный с Канадой. И сегодняшний ролик будет про вакансии в Канаде для тех, кто не в Канаде. Такое существует. Смотрите, многие работодатели в Канаде готовы нанимать себе сотрудников из рубежа. Они на это готовы, и они об этом прямо, четко говорят в своих вакансиях. И я нахожу для вас такие вакансии и выкладываю их вам, показываю их вам, а вы потом бежите в интернетике на сайты по поиску работы и откликаетесь на эти вакансии. Этот ролик один из, не знаю, 20 роликов похожего плана, потому что я стараюсь раз в неделю, так сказать, баловать своих подписчиков именно такими вакансиями. Я не буду сейчас говорить о том, как же классно искать работу на территории Канады, как же это круто для будущей вашей эмиграции и тому подобное. Вы все прекрасно понимаете. Я показываю вам фактически только вот факты. Я нахожу работодателя, показываю вам, вы бежите на сайты по поиску работы, ищите его, засылаете ему резюме, и, возможно, вам повезет, и вы поедете в Канаду работать к этому чуваку. Вот работодатели прямо вот четко об этом пишут в своих вакансиях. Там вот ты лазишь по сайтам по поиску работы, и там прямо ярко, четко, понятно, видно, что работодатель готов нанимать себе сотрудников из рубежа, а в некоторых случаях он также готов помочь с эмиграцией в Канаду в рамках провинциальных программ эмиграции. По секрету скажу, очень много таких работодателей находится на сайте SaskJob, потому что в соскочевании конкретно вот нехватка сотрудников в определенных сферах. Мы сегодня об этом с вами поговорим. Поехали! Внимание, дорогой друг! Ты сейчас получишь ответ на сакральный вопрос эмиграции в Канаду. Нет. Ответ нет. Без знания английского языка в Канаду не уехать. Поэтому, дорогие мои друзья, у меня есть к вам два небольших совета. Первый совет. Даже если ты, мой дорогой подписчик, выучил кучу слов английских, ты через какое-то время их забудешь, если ты не будешь использовать английский язык, потому что английский язык надо использовать, надо использовать и еще раз использовать. Ну и второй совет от меня. Если ты сидишь с утра до вечера зубришь английский язык, то через какое-то время ты заметишь, что ты его не выучил, а просто возненавидел. Потому что если ты будешь сидеть с утра до вечера учить английский язык, это не приведет к тому, что ты поймешь английский язык. Это переведет в первую очередь к тому, что ты возненавидишь этот язык. Поэтому мои рекомендации 15-20 минут в день самое то. Но, дорогие мои друзья, я бы хотел вам посоветовать кое-что интересное. Если вы уже учите язык, но так и не заговорили, то по ссылке в описании можно записаться на бесплатный онлайн-вебинар школы English. На нем вам помогут понять, как устроен английский язык, и расскажут, как заговорить на нем всего за два месяца. Вы запомните кучу новых слов меньше, чем за 10 минут, вместе проработаете произношение, и вам покажут на пальцах всю грамматику английского языка, и помогут говорить на английском, не задумываясь. Легко вспоминать слова во время речи. Вебинар подходит всем уровням английского языка, даже если вы никогда в жизни не учили английский язык. Ведущий вебинара Алекс Рубанов имеет аудиторию на YouTube более 500 тысяч подписчиков, а в отзывах пишут, что он помог людям, а также что его вебинар полезнее, чем 11 лет школьной программы. Переходите по ссылке и не пропустите легкий способ заговорить на английском языке. Это же бесплатно. А еще в подарок за регистрацию вы получите методичку от Алекса. Вся лексика за один час. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем. Первая вакансия в нашем списке – это супервайзер фастфуд. Поможем получить рабочую визу или вид на жительство Канады. Я вот прям подчеркнул. Вот вы можете вот пойти вот посмотреть. Едем, дорогие друзья, дальше. Следующая вакансия в нашем списке – это кассир в продуктовый магазин. Вы представляете, что канадцы готовы нанимать себе кассира и готовы дать ему рабочую визу. Как вы видите на экране, здесь есть такое слово, как LMAE. Так вот, дорогие мои друзья, прошу обратить на эту компанию внимание. LMAE – это означает, что работодатель готов оформить рабочую визу. Чтобы получить рабочую визу тебе, моему дорогому подписчику, работодателю нужно оформить LMAE – оценка рынка труда Канады. Этот документ он должен подготовить, отправить в правительство Канады. Правительство Канады рассмотрит этот документ. Если его все устроит, они дадут работодателю право нанять тебя на работу. И когда работодатель пишет в своей вакансии LMAE, это означает, что работодатель готов заморочиться с оформлением документов под рабочую визу. Мы продолжаем. Следующая вакансия в нашем списке – это торговый представитель. Можем нанимать сотрудников по рабочей визе. Как вы видите, прям четко сверху, прям в названии вакансии они указывают, что LMAE available. Это означает, что они могут нанимать сотрудников из рубежа. И такое, ребяточки мои, возможно, и такое возможно. Опять же, сложно искать такие вакансии, честно скажу, но это возможно. И знаете, вот у меня где-нибудь вот, наверное, здесь вот будет сейчас всплывашечка, там интервью с моими дорогими подписчиками. Те, которые нашли себе работу, не находясь на территории Канады. Вы можете зайти и посмотреть, чтобы понять, что все в вашей жизни возможно, и все у вас может получиться. Ну, а мы продолжаем. Следующая вакансия в нашем списке – это веб-дизайнер. И также пишут о том, что они могут помочь сотруднику получить рабочую визу. Как вы видите, LMAE, вакансия, правда, уже не с первой свежести, целых 11 дней на сайте по поиску работы. Но, камон, пока она там висит, значит, они еще себе никого не нашли. Канадцы в этом плане нормальны, ребята. Если вакансия даже висит 60 дней, но она еще и висит на сайте, это значит, что они еще себе работника не нашли, и можно на эту вакансию откликаться. То есть, они не забывают про вакансии. Ну, стараются, по крайней мере. Мы едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке – это Frontend Разработчик. Мы можем помочь иностранным заявителям с LMAE и иммиграционной поддержкой. Они прямо в вакансии пишут о том, что они могут нанять себе сотрудников из рубежа. Пресловутых иностранных заявителей. Вот, вакансия была выложена 19 дней назад, но она еще действует. Прошу бежать туда по-быстрому, ребяточки. Едем дальше. Следующая. Компании нужно два повара. Да, помогаем с рабочей визой. Вакансия была выложена недавно. Прошу на нее обратить внимание. В Альберту. Зарплата 16 долларов в час. Для начала, для старта, как работа для выживания – нормально. Вот. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке – это у нас официант. Да, ребят, и такое возможно. Помогаем с рабочей визой. Два дня назад вакансия была выложена. Вы можете обратить на нее внимание. Зарплата, зарплата 16 долларов в час. Я считаю, это несправедливо. Платить официанту такую же зарплату, как платят, допустим, повару в прошлой вакансии. Но для начала в Британской Колумбии, в принципе, для старта, возможно, возможно, выжить. Едем дальше. Ну, следующая вакансия – стандарт, ребят. Стандарт моего канала – дальнобойщик. Да, нужны дальнобойщики. Помогаем с рабочей визой и видом на жительство Канады. Вакансия была выложена 4 дня назад. Зарплата от 25 до 35 долларов в час. Ну, тут вообще-то немножко по-другому. Обычно дальнобойщики получают зарплату за каждый километр, который они проехали. В общем, они просто показали примерно плюс-минус, сколько вы будете зарабатывать в час. Фактически, сколько проедете на машине, столько и заработаете. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке меня просто поразила. Смотрите. Внимание, внимание. Работник по продаже еды за прилавком. Ну, знаете, вот, допустим, вот это некое не кафе, а просто, допустим, у тебя там пироженки продаются, ты вот продаешь еду. Вот, типа, ты за прилавком стоишь и продаешь еду. Так вот, что они пишут? Помогаем с эмиграцией в рамках программы провинции Скачеван. Вакансия была выложена 5 дней назад. Компания очень известная. У нее даже 68 отзывов на Indeed. Платят они, ну, в принципе, очень мало. От 12 до 14 долларов в час. Рабочих 30-40 часов в неделю. Умножь и пойми, сколько ты будешь зарабатывать в неделю денюжек. Причем в Скачеване я бы на эту сумму, наверное, бы не выжил. Но как стартовая работа, почему бы и нет. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке, это... Вот здесь внимательно послушайте меня. Смотрите. Вы сейчас видите на экране. Помощник учителя. Что-то странное есть в этой вакансии? А я отвечу, да, есть. Помощник учителя. Не учитель, а помощник учителя. Сколько я раз вам говорил, что многие компании пытаются обойти лицензирование своих работников таким пресловутым способом. Вот вам пример. Помощник учителя. То есть, фактически, возможно, в данной провинции, возможно, возможно и нет. Я не знал, не разбирался, не смотрел. В общем, я же просто говорящий голова. Камон, что с меня это? С меня взятки гладки. Так вот, возможно, в данной провинции учитель должен получить определенную лицензию. Поэтому они нанимают себе из-за рубежа помощников учителей. И что написано? Основываясь на ваших успехах, компания поддерживает заявки сотрудников на постоянное проживание в рамках иммиграционной программы провинции Скачеван. Пресловутая SINP. Дорогие друзья, вакансия была выложена 8 дней назад. Welcome. Но это еще не все. Все, что мы сейчас искали, мы искали исключительно на одном сайте. На сайте Indeed. А сейчас, дорогие друзья, мы переходим на более интересный сайт с точки зрения именно иммиграции. Что это за сайт? Это SaskJob. Этот сайт был создан правительством провинции Скачеван. Там проскакивают вакансии очень интересного плана именно с иммиграционными намерениями. То есть работодатели там четко пишут о том, что они помогают именно в иммиграции. То есть им не интересно тебя просто тащить по рабочей визе. Они готовы тебе помочь иммигрировать. Вот, дорогие друзья. Начинаем с первой вакансии. Менеджер в сеть фастфудов Subway. Ну, вы знаете, что такое Subway. Наверное, всегда кто-нибудь из вас кушал. Такие сэндвичи, знаете, продаются. Мне кажется, в постсоветском пространстве еще есть такие магазины. Раньше точно были. Так вот, помогаем с иммиграцией в рамках программы провинции Скачеван. Вакансия была выложена 16 февраля, так что она еще новенькая. Если у тебя есть опыт работы в данной сфере, прошу к этому шалашу. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке – это бартендер в бар. Я всегда мечтал поработать в канадском баре. Мне кажется, это очень классно. Я такой, знаете, бородатый такой чувак, такой пиво налейте. Короче, нет, я бухал бы сам, наверное, я бы не смог работать. Так вот, бартендер в бар. Помогаем с иммиграцией в рамках программы провинции Скачеван. Они об этом точно четко пишут. Можете увидеть сейчас на экране. Понятно, что очень мелким шрифтом написано. Простите, пожалуйста, просто по-другому не получилось. Вакансия была выложена 11 февраля 2022 года. Там есть у них ссылочка на их почту. На эту почту засылать свое резюме. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке – это повар. Помогаем подходящим кандидатам получить вид на жительство Канады через SINP. Это вот провинциальную программу провинции Скачеван. Вакансия была выложена 7 февраля 2022 года. Также имеется почта, на которую надо засылать резюме. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке, и сегодня она, наверное, последняя – это учитель дошкольного образования. Помогаем с иммиграцией подходящим кандидатам. Дорогие друзья, все. Все и еще раз все. Если вам понравилось такого плана ролики, но вы еще не подписаны на этот канал, но вы хотите знать, так сказать, обновления по рабочим, по всяким вакансиям, связанным с переездом в Канаду по рабочим визам, по иммиграционным программам и тому подобное, вы обязаны просто на этот канал подписаться. Я думаю, здесь много интересного сможете найти. Программу иммиграции в Канаде разбираем, разбираем. Способы уехать в Канаду без денег, языка и мозга, и почек – разбираем. Как сделать собственный плод переплыть в Канаду без визы? Пожалуйста, тоже что-нибудь придумаем. Дорогие друзья, на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Хорошего дня!